здравствуйте дорогие друзья мы с вами потихонечку дошли до пятницы недельной главы хукат давайте подведем итог нашим уроком первым вчерашняя тема которую мы разбирали о том что в этой главе уходят из жизни мирьям уходит арон вот как быть в ситуации когда происходят какие-то сложности когда какие-то ну люди уходят или еще что-то или события невероятные мы это учим опять таки из наших источников когда рабе акива со своими коллегами проходил начал смеяться увидев разрушенный храм и тогда спросили ребят его как можно смеяться при виде разрушенной святыни и он ответил очень интересную вещь который есть смысл вдуматься разрушение храма делает непреложным построение следующего лучшего этому будущему я радуюсь существует закон причем закон торы нельзя разрушать храм можно только перестраивать его и рабе акива зная что творец соблюдает все заповеди и не допустит разрушения храма если не планирует восстановить его с тем чтобы он был лучше прежнего этот закон можно применить и к людям человек создан по образу и подобию творца и мы сравниваем человека с храмом и тем не менее смерть веками губит прекрасных людей как же так и в иудаизме одним из символов вера является воскрешение мертвых воскресение мертвых и творец разрушает вот этот вот созданный им союз души и тела только для того чтобы перестроить его и тем самым даровать человеку следующую лучшую жизнь и так он соблюдает заповеди согласно которой человек подобный храму не может быть уничтожен это доказывает что люди обязательно воскреснут мире мертвых из мира мертвых в грядущем мире поэтому нет повода для печали есть повод только для мыслей мы с вами вообще вот когда человек уходит из мира близкие разрывают одежду но эти категорически запрещено наносить на теле какие-то раны почему никто не задумывался вроде бы отвечает наши мудрецы что разрыв в одежде скорбящего символизирует прореху которую проделала смерть покойного вот в ближайшем окружении в мире вокруг него рана наносимая телу оставшегося в живых предполагает что смерть ну как бы привела к разрушению и в нашей физической мире такого быть не может быть не имеет значения сколь близок и дорог был для вас ушедший человек не имеет значения как он много значил для вас ничего нельзя допустить чтобы конец его существования означал конец или хотя бы уменьшил ценность вашей собственной жизни написано я бог смерть и жизнь приходят из одной и той же любящей руки и обе находятся на службе у единого уникального живого дающего жизнь бога а смерть это она ведет лишь к одной из одной жизни в другую и от существования здесь к существованию там вот принцип тот который мы изучали несколько слов о любовическом рэбе которая йорксит мы отмечали вчера и я давайте-ка лучше коротких две истории про любовический рэбе которые обычно много и все их знают я попробую те которые меньше знают однажды любовический рэбе обсуждал с хасидом из их общего знакомого который постепенно шел к заплюдению заповедей и хасид говорит что в качестве очередного шага рэбе порекомендовал этому человеку отпустить бороду если ты это предложишь сказал хасид он несомненно так сделает хотя бы для того чтобы угодить самому рэбе правильно сказал рэбе но если он согласится будет носить мою бороду а не свою собственную и поэтому тут надо подумать немножечко но я все-таки хочу рассказать другую историю сейчас я ее вспомню полностью это рэб цвиггирш из мэрилэнди в америке в семьде первом году он позвонил но у него был подавленное состояние такое с кризис среднего возраста и так далее там не знал что делать ему друзья посоветовали поехать крэбе 71 год он думал позвонился снял трубку секретарь снял говорит хэллоу кто это говорит на заднем плане вдруг он слышит там в трубке голос рэбе который он знал по фарбринки нам кто это звонит и он отвечает еврей из мэрилэнди и объяснил секретарю что у него много вопросов в жизни а вере карьере которую хотел обсудить с рэбе и тут он слышит цвизгирш слышат панды что секретарь переводит на это что он слышит как рэбе говорит скажи ему что в мэрилэнди живет еврей с которым он может поговорить этого еврея зовут вайн рэб секретарь говорит вы слышали что сказал рэбе цвиггирш просто не мог поверить своим ушам потому что он помнил что не называл с не фамилию ними но рыбы только что произнес его фамилию ибо он поэтому говорит нет не слышал он в мэрилэнди есть еврей с которым вы должны поговорить его зовут вайнероп так он говорит так меня зовут вайнероп он кричит и услышал как рэбе говорю в таком случае он должен знать что иногда следует поговорить с самим собой секретарь сам был потрясен происходящему и вообще рэбе сказал что вам лучше все поговорить с самым собой вас зовут вайнероп да может быть рэбе он говорит имел ввиду кого-то другого нет он сказал с что вы должны поговорить с собой и цвиггир сказал что уже будучи пожилым уважаем раввином что слова рэбе превратили его из молодого неуверенного в себе человека неспособного принимать решения в зрелого мужчину поэтому надо немножечко вот сейчас в конце недели попробовать поговорить с самим собой и может быть это очень очень будет полезно шаббат шалом брахава ацлаха всего самого лучшего